от администрации центрального района днем сельского турника желаю вам дальнейших успехов здоровья самое главное и продолжать заниматься спортом не бросать лето пляж песок и ракетка в вот так десятки жителей сочи и гостей курорта отметили день физкультурника игра в уличный бадминтон из популярного развлечения становится захватывающим и энергичным видом спорта что такое ари бадминтон в принципе да ари бадминтон то есть как мы видим на пляже да это пляжный вид спорта на улице это можно на песке на траве то есть на корте играть это получается бадминтон который на свежем воздухе собственно говоря валан наверное главная особенность ари бадминтона сделан из другого материала и не так сильно реагирует на плохие погодные условия поэтому даже ветер сопровождающий турнир не особо помешал спортсменам пока что основную аудиторию составляют те кто уже давно занимается обычным бадминтоном зале олег по своей профессии музыкант последние четыре года все свое свободное время проводят с ракеткой в руках я занимался много видами спорта и силовыми и логическими выбрал бадминтон потому что он наиболее физически затратен и наименее травматичен нравится практически всем абсолютно это и на выносливость и на силу на точность на расчетливость во всех волосах жизни помогает этот вид спорта с момента своего создания в девятнадцатом веке классический бадминтон был ограничен крытыми стадионами и залами и хотя с развитием технологий он сильно шагнул вперед ветер не оставлял никаких шансов перевести игру из скрытого помещения на воздух с новыми валанами бадминтон стал более доступной игрой во всем мире в турнире по air бадминтону на сочинском пляже ривьера принять участие мог любой желающий я занимаюсь не так давно всего лишь пять лет вот совершенно случайно пришла в этот вид спорта как раз на улице кстати гуляла по парку санкт-петербурге и попробовала поиграть меня вот прям затянуло я прям полюбила этот вид спорта и теперь уже вот шестой год очень плотно занимаюсь более свободные правила для уличной игры позволяют устраивать зрелищные розыгрыши на поле и находить интересные стратегии для победы а самое главное дышать полезным морским воздухом и отлично проводить время на пляже если вы хотите познакомиться с новым видом бадминтона особенностями его правил и игрового рисунка а также оценить возможности специального валана звоните по телефону на вашем экране официальная церемония поздравления и награждения проходила в зале администрации сочи на нее пригласили преподавателей спортивных школ ветеранов спорта победителей призеров соревнований сочинцев которые отличились в любительских стартах глава города подчеркнул что сейчас общая задача дать возможность каждому жителю и гостю курорта тренироваться и вести здоровый образ жизни от работников спортивной отрасли он ждет обратную связь четко конкретно всегда говорите что нужно сделать какие мероприятия мы можем всегда организовать оборудование инвентарь экипировку подсказывайте то что нужно сделать вы каждый день с ними занимаетесь каждый день слышите видите что нужно сделать поэтому у нас для этого возможности имеется на встрече отметили успехи сочинских спортсменов за год в городе стало больше мастеров спорта о популярности своего вида на курорте рассказал старший тренер отделения ушу спортивной школы номер 22 города сочи павел макаров на данный момент у нас идет большой бум в развитии вообще единоборств в городе сочи в том числе и ушу у нас сейчас на данном этапе течение пяти лет 6 мастеров спорта по ушу с учетом интереса к видам спорта в городе формируют и инфраструктуру напомню новый многофункциональный центр на улице донской открыли не так давно в сочи его площадь 2000 квадратных метров там проводятся занятия по боксу кикбоксингу и тайскому боксу фехтованию спортивной гимнастике и акробатике тяжелой атлетике грамоты и благодарности получили 35 сочинцев награды вручаются тем кто стремится быть быстрее выше сильнее например обладатели знаков отличия комплекса г-то семья татьяны махуддиновой заняла первое место на фестивале г-то среди семейных команд она сама инструктор по спорту верхнелоосского сельского округа и сейчас занимается с детьми сейчас проходит летняя оздоровительная кампания проходит ежедневно с понедельника по пятницу мы детей приглашаем на занятия детки сейчас могут заниматься гто волейболом баскетболом спортивная инфраструктура очень развита у нас есть такой комплекс называется арена лао где можно заниматься футболом плаванием атлетической гимнастикой сочи есть возможность бесплатных занятий во всех районах города профессиональные тренеры проводят их в парках скверах на пляжах и набережных традиционно день физкультурника проходит во вторую субботу августа однако жителей гости курорта получили возможность участвовать в спортивных мероприятиях за несколько дней до самой даты в честь праздника на курорте организовано более ста мероприятий во всех районах города поздравляют и чествуют ветеранов спорта так прошли праздничные эстафеты на пляже ривьера а в парке имени фрунзе показательные выступления мастеров ушу спортивном центре разместились три зала для единоборств в них проводятся занятия по боксу кикбоксингу и тайскому боксу также здесь оборудованы зала для фехтования спортивной гимнастики акробатики и тяжелой атлетики глава города сочи алексей сергеевич копайгородский уделяет серьезное внимание как развитию массового спорта так и развитию профессионального спорта по его задачи решаются многие вопросы связанные с развитием спорта города со строительством объектов спорта в том числе таких многофункциональных объектов как этот юные боксеры которые занимаются в новом центре смогли пообщаться с олимпийским чемпионом чемпионом мира двукратным чемпионом европы и россии по боксу александром поветкиным великолепные залы и я смотрю сколько здесь детей я думаю для популяции бокса да вообще для популяции спорта это супер это классно и должен этим ребятам отдать которые это все совершили это сделали потому что я думаю уверенность здесь вырастет не один чемпион и просто будут здоровые нормальные люди спортивно-центре на улице донской уже работают пять тренеров в ближайшее время планируется привлечь еще восемь занятия ведутся шесть дней в неделю воспитанники не только с удовольствием их посещают но уже грезят о первых громких победах а сальту легенова александр киреев время новостей перед мероприятием состоялось вручение сочинским спортсменам знаков гто мастер спорта и кандидат в мастера спорта также все желающие смогли посетить фото выставку легенды сочинского спорта посвященные столетию дня физкультурника конечно большую роль здесь играет та большая работа которую сегодня возглавил глава города сочи алексей сергеевич копайгородский о строительство спортивных объектов ведь город сочи все-таки город олимпийский самое главное он очень большой по определенности если мы строим спортивный объект центральном районе то с лазарьки что ездить не будут сочинцев и гостей курорта поздравили выступлением группы филатов и карас но основные празднования дня физкультурника еще впереди традиционно его отмечают в россии во вторую субботу августа в этом году праздник выпал на 12 число город сочи имеет свои спортивные традиции заслуженных тренеров и спортсменов которые неоднократно доказывали свое мастерство сегодня спорт является неотъемлемой частью жизни курорта сочи коню физкультурника подготовили свыше ста мероприятий во всех районах города пришли торжественные церемонии чествования спортсмена ветеранов и работников отрасли в парках скверах и на пляжах можно было принять участие в спортивных эстафетах в турнирах по шахматам футболу и пляжному волейболу помимо этого состоялись фестивали по художественной гимнастике и легкой атлетики а также физкультурное мероприятие по лыжи роллерам накануне праздника состоялся бутха трейл участники забега пробежали по старейшему теренкуру посетили таинственное урочище каменный хаос увидели лунный камень и поднялись на вершину горы бытха 101 метр над уровнем моря для любителей здорового образа жизни организаторы подготовили несколько дисциплин мужчинам предстояло преодолеть 8 километров женщинам 4 юниорам предлагалось пробежать один километр для самых маленьких прошли фан забег и забег юные чемпионы ко дню физкультурника на курорте открыли 9 объектов спорта включая самый крупный в городе зал единоборств новый спортивный объект площадью более 1400 квадратных метров возвели в микрорайоне кудепста различными видами единоборств здесь смогут заниматься около 700 сочинских ребят также откроется отделение адаптивного самбо спорткомплексе оборудованный зал на три ковра раздевалки тренерский инвентарный медицинский кабинет зона с тренажерами в краснодаре на обновленном стадионе динамо прошла торжественная церемония награждения победителей спартакиады участие в соревнованиях приняли команды 44 муниципалитетов краснодарского края впервые в истории золото завоевала сборная сочи почти три месяца более 350 наших спортсменов боролись за победу в двадцати девяти видах спорта в копилке команды 21 медаль 6 золотых 10 серебряных и 5 бронзовых ранее сочинцы также завоевали золото на спартакиаде трудящихся команда сочи стала серебряным призером турнира по футболу среди детских дворовых команд на куба губернатора краснодарского края финальные соревнования в старшей возрастной группе прошли на стадионе кубань них приняли участие 5 команд которые сыграли в один круг каждая с каждой и разыграли призовые места победителем турнира в упорной борьбе стала команда динского района одержавшая три победы и завершишь один матч в ничью второе место заняла команда сочи с девятью очками третье место у кавказского района с победы вернулись наши баскетболистки из анапы команде сочи не оказалось равных на краевых соревнованиях по баскетболу оранжевый мяч приуроченный к дню физкультурника серебро у девушек из новороссийска бронза у сборной темрюка всего женской категории участвовал 8 команд российские тяжелоатлеты оказались лучшими весовой категории 81 килограмм соревнований вторых игр стран снг проходящих белоруссии золотую медаль завоевал вячеслав яркин сумме двоеборья сочинец показал результат 333 килограмма на 2 килограмма он опередил другого россиянина рамзана джанхотова бронзовым призером соревнований стал узбекский спортсмен вячеслав яркин является пятикратным чемпионом россии в этом году он победил в новом оренгое сочинец принес победу российской сборной на первенстве мира под хэквондо гтф юрий джеловян завоевал золотую медаль в дисциплине спарринг дисциплине стоп бал юный спортсмен стал вторым молодому человеку также удалось выполнить норматив мастера спорта в турнире в бишкеке приняло участие 850 человек из 27 стран российскую сборную представляли 163 спортсмена из различных регионов в итоге наша страна стала безусловным лидером турнира в преддверии празднования дня физкультурника в лазаревском районе состоялся очередной этап летнего краевого фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне тестирование приняла участие служба спасения города сочи сотрудники поисково-спасательного отряда номер два лазаревского района регулярно проверяет себя на физическую готовность центре тестирования получает заслуженные знаки отличия готова летний фестиваль готова продолжает свое шествие по краснодарскому краю для желающих выполнить нормы всероссийского комплекса необходимо самостоятельно зарегистрироваться на официальном сайте готова и иметь при себе медицинскую справку с допуском врача два сочинских спортсмена стали победителями краевых соревнований по спортивному ориентированию памяти михаила замоты в поселке пшада первое место по сумме времени 4 соревновательных дней своей группе заняла анастасия андреева еще один сочинец константин спасен у стал вторым дисциплине кросс спринт на высшую ступень педестала поднялся матвей севастьянов наши спортсмены стали призерами юношеского турнира по теннису соревнования проводились городской федерации большого тенниса на кортах на улице виноградной именно здесь свое время начинали тренироваться многие титулованные сочинские спортсмены за звание лучшего сражались более 60 юношей и девушек в возрасте до 13 лет из москвы санкт-петербурга казани сургута новосибирска владикавказа оренбурга южно-сахалинска и конечно же сочи наши теннисисты завоевали две медали сочи в субботу 19 августа в парке ривьера отметят день рождения чебурашки легкоатлетическими забегами принять участие в празднике приглашают всех желающих горожане и гости курорта смогут преодолеть дистанции в один и два километра для самых маленьких спортсменов подготовлен фан забег ушастый родители с детьми ждет эстафета чебурашка и его друзья на старт выйдут мамы папы и малыши младше 10 лет обладатели лучших костюмов персонажей мультфильма чебурашка ждут специальные призы от парка ривьера а всем финишером апельсин от организаторов регистрация участников начнется в 8 00 в районе арт-ярмарки вход со стороны улицы виноградный и через центральный вход награждение победителей и призеров 9 45 в россии 22 августа отметят день государственного флага в честь праздника во всех районах сочи пройдут физкультурные мероприятия накануне на сочи автодроме в 10 30 начнется белый этап чемпионата и первенство города патриотлону жители ждет заезд российскими флагами 22 августа празднование начнется 8 00 на теннисных кортах в парке ривьера со спортивной разминки под флагом россии в это же время в акватории курорта будет дан старт фестивалю парусного спорта гордо реет флаг россии в программе морской поход и заплыв серферов а в 11 00 на спортивной площадке по улице роз 61 пройдет мини турнир по шахматам в рамках дня государственного флага россии в парке аллеи воинской славы и в спире моцеста в 16 00 состоятся веселые старты и лехоатлетическая эстафета а в парке культуры и отдыха в 6 часов вечера на улице ромашек 1 можно будет принять участие в спортивном флешмобе поселке догомыс на улице армавирской 25 августа стартуют городские соревнования по конному спорту в течение трех дней всадникам предстоит выявить лидеров в трех олимпийских дисциплинах выиска контур и троеборье парад открытия намечен на 900 победители станут известны 27 августа